Субтитры делал DimaTorzok Поскольку самый дешевый может оказаться наиболее подходящим для гонок Для тех кто не смотрел предыдущее видео я напомню суть тестирования и распределения очков Участники проезжают три участка на каждом из которых измеряется тот или иной показатель На длинной прямой мы замеряем максимальную скорость На треке срезая углы измеряем кто лучше тормозит и быстрее ускоряется И трек кольцо огня проливает свет на тот суперкар который наиболее маневренный и лучше входит в повороты на высокой скорости По окончании тестов занятые места суперкара в трех номинациях суммируются и побеждает тот испытуемый общий балл которого ниже Сегодня мы выясним какой суперкар до 500 тысяч долларов лучше остальных подходит для гонок Вообще был замысел сделать видос сразу до миллиона но в эту сумму попадают аж 11 суперкаров А если в одном видео собрать кучу цифр умноженную на 11 машин получится нормальный такой урок математики в начальных классах А главное что я помню из тех времен это то что кидаться грязью прохожих мне хотелось больше чем втухать над суммой квадратов катетов Поэтому учебу оставим для школы а результаты пяти разноцветных машин для ролика К этим пяти машинам относятся Гротти Туризмо Эр, Пегаси Вакка, Вапит Буллет, Пегаси Инфернус и Койл Волтик Любой из этого транспорта можно купить имея в кармане полмиллиона и тем самым стать участником суперкар тусовки Пятый суперкар вообще был ни к силу ни к городу поэтому пришлось его вфиндюрить прям посередине экрана Надеюсь это не слишком затруднит восприятие И пока я максимально долго тянул время разговорами испытуемые уже начали понемногу финишировать Первым в магазин за мороженкой приехал Гротти Туризмо и практически одновременно приехали три последующие супера Теперь нам осталось дождаться только тихохода Волтика Поначалу я подумал нафиг он вообще здесь нужен но как оказалось он займет даже не последнее место Его время 2 минуты и 27 секунд и пока что это худший результат на треке А мы переходим ко второму этапу проверки ускорения Вся прелесть гоночных участков в том что в конце показывается время не зависящее от ускорения видео или обрезки В комментариях вы предложили мне ускорять гонку со старта до финиша Но я считаю такой подход какашечным поскольку наблюдать мы будем не гонку а ускоренный мультик Поэтому лучше подходит обрезка Занятое время вы видите на своем экране как и распределившиеся места Переходя на кольцо огня я был приятно удивлен тому что места были заняты практически в том же порядке что и на треке срезая углы Это говорит о том что ускоряются они так же хорошо как и управляются Время как и занятые места на ваших экранах И давайте подводить итоги Сумма мест больше всех оказалась у Буллета поэтому среди суперов до 500 тысяч он становится аутсайдером Победителем же с наименьшим финальным значением становится Гротти Туризма R После того как все суперкары будут протестированы я сниму отдельный ролик в который включу их в одну большую таблицу И мы наконец то узнаем какой суперкар из всех имеющихся в игре подходит для гонок лучше всего И какой сможет дать вам техническое преимущество А на сегодня у меня все С вами был Ватман до новых встреч Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok